Так, здравствуйте всем. И я хочу представить вашему вниманию нашу любимую, уважаемую Ольгу Николаевну Григориан. Это врач высшей категории, опыт работы более 48 лет, научным сотрудником Института питания РАМ. И просто очень красивая женщина, да, это обаятельнейшая женщина, у которой вы можете многому чему научиться, как быть здоровыми, еще более здоровыми, как жить, как помочь своим близким, родным, друзьям. И сегодня, конечно, это уникальная, эксклюзивная вот такая встреча у нас. Спасибо большое. Спасибо, меня слышно. Так, график попасть, Ольга Николаевна, но тем не менее, у нас все получилось, чему я очень рада. Здравствуйте. Немного в полевых условиях, но надеюсь, что интернет выдержит. Я в поездке, в командировке, но с удовольствием пообщаюсь с вами на свою любимую тему о здоровье. Так что, Таня, очень рада вас видеть, вашу группу. И с чего начнем, давайте задавайте тон. Ну, хотелось бы услышать, в первых, что сейчас диктует современная жизнь, что мы, ну, можем мы без БАДов обойтись или нет. И, ну, почему именно БАДы компании Арифлейм? Почему они для нас такие, ну, скажем так, качество, как бы, какое качество? То есть вы, как никто другой, были близки к тем людям, которые бы создавали. И вы, ну, как бы, используя этот продукт, вы выводили людей к правильному питанию, к оздоровлению. И вот хотелось бы, чтобы вы поделились этим этим. Очень, очень обширная, очень глобальная такая, я бы сказала, тема. Очень актуальная, современная, очень нужная. Вы молодцы, что вы эти темы поднимаете, потому что здоровье – это на самом деле бесценная вещь, и заниматься им нужно всегда. Я вот действительно, как врач с очень большим стажем, ко всем и прочим, еще и научный работник, я всегда задумывалась, а что такое вообще здоровье? Мы так с ним обращаемся, иногда лекомысленно, хотя, наверное, с самых детских лет мы слышим пожелания вам здоровья, вам счастья, вам благополучия, без здоровья все это не нужно. Так что такое вообще здоровье, как с ним обращаться, как к нему подходить, как его оценивать? Потому что вот без этого понимания мы, наверное, и не разберемся во всех других позициях. Чтобы мы не обсуждали, мы должны будем говорить, а зачем это нужно, что организму от этого, как это влияет на наши функции, на наше долголетие, на наш внешний вид и так дальше. Так вот, здоровье – это в первую очередь и в последнюю – это обеспечение питанием каждой клеточки нашего организма. Откучка ногтей, волос, как говорится, каждая клеточка кожи, каждая клеточка органа, зрение, слух, работа сердца, легких – это происходит хорошо и правильно, если эти клетки правильно питаются. Вот такая вот серьезная работа проводилась врачами всех специальностей и по сей день проводится. Что же нужно каждому органу, каждой клетке для того, чтобы она дышала этой клеткой, чтобы она выполняла свои функции. Функции размножения, деления половые клетки, функции обновления клеток органов всех. И все врачи разных специальностей об этом думают и как бы нам помогают. И в этом плане институт питания был законодателем. Вот поэтому существует этот институт питания, именно институт федерального назначения, международного значения. Таких институтов всего 10 в мире. Сейчас, может быть, даже меньше в силу вот такой сложной экономической ситуации и вообще политической ситуации. Может быть, эти институты уже как бы хуже обеспечиваются. Но, тем не менее, врачи и научные сотрудники думают все равно о том, потому что здоровье – это вечная тема. И она нужна в любые ситуации, как говорится, и в мире, и не в мире, и в войну, и в любую погоду. Нам нужно думать о том, чтобы мы пережили все эти проблемы. Поэтому наш институт занимается изучением взаимосвязи питания и здоровья человека конкретного. У нас уже есть целое поколение, даже вот на моем веку, за более чем 40-45 лет, у меня уже 3-4 поколения людей пошло, которые находятся под нашим наблюдением. И уже можно точно сказать, как вы кормите своих детей с детства, какие болезни они приобретают уже сейчас, когда уже у них внуки. Вот это вот есть серьезная эпидемиологическая работа, которой занимаются врачи, диетологи. Ну и сейчас уже и нутриционки просчитывают и различные типы питания, что они получают, что недополучают, каких микроэлементов у них хватает, зачем нужно сколько и сколько белка, жира и вот всех этих важных пищевых составляющих для взрослого человека, для ребенка, для спортсмена, для пожилого человека, для лежачего человека, для космонавта, для тракториста. Вообще мы все разные, и у нас потребность в пищевых веществах тоже разная. И, конечно, вообще-то и здоровье разное. И зачастую меня спрашивают, слушайте, ну вот вам уже внутривичное количество лет, я вообще не стесняюсь своего возраста, но, конечно, у меня тоже есть проблемы какие-то со здоровьем, и я понимаю, почему, что я где нарушаю, или что-то я раньше не делала, но, тем не менее, в общем-то, когда тебе уже за 70, сохранять активность жизни, летать в командировки, перелетать из Китая в Австралию и потом обратно, там, я не знаю, в Казахстан, в Россию или в Америку, на это тоже нужно очень серьезные, в общем-то, силы и запасы здоровья, так называемые. И в конечном счете институт нашей занимается, просчитывая нормы по пищевым веществам. Дальше, конечно, мы стали думать, как эти нормы нам нужно составить из продуктов питания. И получилось, что для того, чтобы мы хотя бы себя обеспечили по витамину С, по самому легко усвояемому ингредиенту, по тому веществу, которое существует, находится в природе, ну, практически во всех овощах и фруктах, мы должны с вами съесть каждый день, ну, допустим, два ведра яблок или три килограмма квашеной капусты вместе, там, не знаю, с ведром малины. То есть объемы колоссальные, а ведь помимо витамина С нам нужно и витамины группы В. Это, допустим, две буханки черного ржаного хлеба, килограмм печени, полкило мяса, четыре яйца. Понимаете, получилось, вот наш директор всегда говорит, воссы маленькая тележка еды, Но это вот чисто механические расчеты, но организм должен это переживать, это нужно еще как-то усвоить. Зачем такая нагрузка по всем остальным веществам, которые нам внесет пищу? В частности, животные белки, ну, например, любимая наша всеми рыба, Или, допустим, там, мясо, курицы или индейки, или даже тощая вывеска. Ведь помимо белка в этих продуктах содержится достаточное количество жира. А сейчас наука уже доказала, что жира там не надо нам много, тем более животного жира. Вот как же балансировать на этой грани, увеличивая дозу белка, но не вводя большую дозу жира? И в конечном счете, в начале этого века, где-то, я так думаю, 2000 год, Может быть, даже чуть-чуть раньше шли лабораторные исследования, В очень многих институтах пошли работы по составлению формулы, Белковой формулы для тех или иных продуктов в сочетании с полезными жирами. В этом плане работал Гербалайф, вам всем, наверное, известный. В этом плане начала работать и компания Алифлейм. Почему? Потому что бизнесмены, которые отрабатывали свой бизнес в косметологической промышленности, Стали болеть. И они обратились к кардиологам, потому что стали болеть заболеваниями сердца, Повышенным давлением, атеросклерозом, появились бляшки. И, естественно, люди, у которых есть деньги, начинают быстрее думать о здоровье, Но и потом капиталисты, у них все за деньги. Они идут к хорошим врачам, и вот эти хорошие врачи говорят, Да вот вы все-таки неправильно питаетесь. Как бы мы вас не лечили лекарствами, у вас все равно уже страдают все сосуды организма, У вас страдает печень, у вас неправильно работают почки, ну и так дальше. И тоже делать, как вообще выходить из этой ситуации. А я вас уверяю, что если мы будем говорить о шведах, ну и вообще о людях, которые в бизнесе успешные, Но они все-таки, значит, грамотные люди, они хотят и жить дольше, Они хотят успеть потратить свои деньги, они хотят попользоваться всеми своими благами в жизни, Они хотят дольше жить. Начинают как бы расширять вот эту мысль, думать на эту тему. А что же нужно делать, как профилактировать свои болезни, Как вообще не дать им дальше развиваться. Потому что то, что мы уже, допустим, сейчас приобрели, Мы, ну, практически как бы убрать это не можем. Уж заболел, так заболел, да, что-то у вас, ну, допустим, не очень хорошо работают почки. Но остановить этот процесс вполне возможно. И вот в этом плане наука получила толчок, чтобы создать такие добавки, Которые могут корректировать все те ошибки, которые мы с вами наедаем вот на своей комнате ложками-белками. Стали придумывать лечебные смеси. Мы это делали и в Советском Союзе. И даже во время войны мы использовались такими сухими белковыми порошками. Они назывались гидролизатами козеина. То есть брался для переработки козеин. Это самая тяжелая фракция молока, из которого делается сейчас на современном этапе сыр и творог. Вот это сгусток, есть вот эти тяжелые белки. И этот белок расщеплялся до аминокислот. Но, естественно, всех аминокислот организму козеин дать не может. Это не полноценный белок. Там не хватает незаменимых аминокислот. И, в общем, по полному набору аминокислот там не так много. Но, тем не менее, это была, в общем-то, палочка-выручалочка в тех полевых условиях во время Великой Отечественной войны. И наши солдаты, в общем-то, как бы выполняли функции, которые перед ними стояли. Разгрызть эти горькие таблетки, получить подпитку для своего организма, запить водой с какой-нибудь речки и дальше воевать. К сожалению, мир сейчас к этому возвращается, потому что, действительно, такие таблетки, такие прессованные галеты с белком, они сейчас очень востребованы. И вот в районах этой вот нашей спецоперации они тоже используются. Но поскольку неполноценный белок, поскольку невкусно, то наука начала работать над этим направлением. И первыми стали работать, конечно, герболайщики, потому что эти смеси с использованием белка в качестве добавки, они уже в 30-е годы, то есть до войны появились в Америке. Ну, а Reflame и в лице кардиолога Стихстена разработали более важную смесь, потому что кардиолог поставил перед собой задачу. Он уменьшил смертность своих пациентов после тяжелых операций, а делал он операции серьезные. Он пересаживал сердце, пересаживал сердце вместе с легким, он работал над этой темой всю жизнь, он кормил своих пациентов капельницами. И, конечно, там всегда были эти растворы, были аминокислоты химические, были жиры химические, была глюкоза. Он это все капал, капал, капал им в вену, кормил так называемое парентерально, как это вот мы говорим. Но, тем не менее, пациенты умирали. И тогда он подумал, а почему бы мне их не кормить через зонт, через желудок, естественным путем. Но для этого нужно создать другую смесь. И была создана, ну, во-первых, группа диетологов, нутрициологов, терапевтов, кардиологов, которые посчитали, сколько, какой аминокислоты не хватает, как они должны соединяться в организме друг с другом, как они должны всасываться. Это тоже очень важная тема, как они должны влиять на микрофлору человека для того, чтобы эта микрофлора не развивалась, не превращалась в грибы и не создавала еще большие проблемы, ну, как бы поражение, грибковое поражение кишечника. То, что сейчас, ну, сплошь и рядом мы это видим. И так дальше. Вопросов было очень много. Но, тем не менее, они эту схему, эту формулу питания придумали, стали выпускать, у себя попробовали. И те самые бизнесмены, которые стояли во главе реклэйма, взяли это на вооружение, стали выпускать сначала для себя, потом увидели, что, в общем-то, многие люди себя стали лучше чувствовать. Они стали лучше чувствовать, 70 лет стали играть в теннис большой, ездить верхом на лошадях, ну, то есть физически нагрузка стали переносить легче. Ну, и, естественно, мыслительные процессы стали идти легче, потому что они придумали ввести это в перечень продукции своей фирмы и не побоялись. Я вообще очень долго удивлялась и думала, ну, почему они так рискуют выдавать такую хорошую продукцию для здоровья, не меняя название косметической фирмы. То есть, как бы в косметологической фирме пошли продукты питания, и, в общем-то, очень многие задавали мне в том числе вопросы, а что такое косметологическая фирма, как фирма, как фирма, предлагающая косметическую продукцию, и вдруг здесь бады, и вдруг здесь питание, и вдруг здесь супер-пупер лучшие формулы ПЭК и других, как бы, веществ, и именно то, что нужно принимать внутрь. Зачем? А вы знаете, в общем-то, здесь большой смысл идеологический, потому что они знали, что это отличная продукция, что они себя никак не дискриминируют, никак они не рискуют ничем. Просто людям надо набираться знаний, нужно поверить в то, что говорит наука, то, что есть клинические испытания, они достоверные, они уже проверены временем, и как бы идти по этому пути, нарабатывать свой собственный опыт. Арифлейм пришла к нам в институт, потому что захотели легализовать эту продукцию на территории России, очень правильный шаг, потому что Гербалайф пришел только спустя несколько лет после того, как Арифлейм у нас проверил свою продукцию на соответствие, на безопасность, и мы провели клинические испытания у меня в отделении. Я руководила отделением по увлечению ожирения, и директор дал задание провести клинические исследования у людей, которые хотят снизить вес. Была такая первая задача – помочь людям, которые хотят снизить массу тела, более комфортно соблюдать диету, чтобы они не страдали от дефицитов, которые на любой диете развиваются обязательно. Поэтому быстро очень сходят с диет. Люди не выдерживают строгих ограничений, они плохо себя чувствуют, у них выпадают волосы, у них большая слабость, у них начинается проблема с остеопорозом, у них не работают яичники, у мужчин снижается либидо и уровень тестостерона. А почему белка не хватает? Никакая диета не может быть полноценна по белку надолго. Обязательно нужно ее корректировать. Поэтому я и сейчас веду группу пациентов, которые хотят снизить вес, и мы каждую неделю меняем им диету, рационы, хотя и включаем продукты в волосы. Еще большая здесь психологическая работа, и вам я советую тоже не исключать психологические аспекты из своей практики. И таким образом в моей клинике мы на людях, которые хотели снизить вес, применяли этот коктейль. И вы знаете, результаты были действительно, в общем-то, очень убедительные и интересные. И мы заметили, что, во-первых, те, кто получал коктейль, легче переносили различные ограничения. Конечно, мы с ними работали, конечно, мы их сопровождали, конечно, я все объясняла, что вот эти и непонятный вкус, и страхи, и несомненно были страхи. Что-то такое, какой-то порошок, который нигде не зарегистрирован, и еще о нем никто не знает, что-то тут вам подмешивают. И различные, ну, допустим, там какие-то внутренние симптомы, которые человек не понимал, от чего они зависят, и связывали, естественно, с этим порошком. Хотя это не всегда было этим обосновано. Эти болезни у человека были уже до того, как он пришел к нам в клинику. Просто на диете и на таком траве психологическом многие болезни обостряются. Но, тем не менее, работа была проведена колоссальная. И что мы заметили? Конечно, люди снизили вес и в той и в той группе, то есть и с коктейлем, и без коктейля. Люди снизили вес примерно одинаково. Но мы тогда только вводили метод исследования состава тела, еще не было этих весов, которые сейчас есть у вас. Мы делали биомпидосметию с помощью такого прибора электрического, который замерял потенциалы на руках, на ногах. Вы знаете, это и сейчас иногда делается. Мы измеряли тогда, и казалось нам, это такое новое направление. Я на всех лекциях про это вам рассказывала. Что можно определить и мышечную массу тела, и жировую массу, и воду, и греточную массу, и так дальше. И вот мы тогда сами были удивлены, что на фоне приема коктейля, постоянного приема в течение трех недель, люди снижали очень активно жировой компонент тела. То есть практически в два раза больше терялся жир, чем в контрольной группе. И потеря мышечной массы сильно не была выражена. Да, терялась вода, несомненно, но тем не менее в два раза больше потери жира и общая потеря веса за счет жира, она, в общем-то, нас впечатляла. Ну вот эти вот позитивные результаты мы опубликовали, мы отправили все в Швецию, мы выполнили свое задание. Ну и, честно говоря, я как бы не думала, что у меня будет продолжаться дальше работа в этом направлении. Пришли другие фирмы, мы испытывали, изучали также на наших группах пациентов и йогурты, и пробиотики, и хлеб, и масло, и что-то у нас как бы не происходит. Для этого, в общем-то, клиника и существует. Но когда продукт ушел с нашим отчетом на фирму, и люди начали работать так, то понадобилось, в общем-то, разъяснение и сопровождение именно врачей. И вас я привлекаю к тому, что, в общем-то, если у вас есть группы, в группах есть врачи, если вам нужна моя помощь по сопровождению, допустим, продукта, мы можем проводить прямые эфиры с консультациями, с разъяснениями, потому что это самое, пожалуй, главное, чтобы появилось доверие к продукту. Доверие к продукту появится когда? Когда вы сами это потребляете, например, как я, и когда вы, конечно, обладаете определенными и медицинскими знаниями, и обобщаете опыт других людей, но грамотно, то есть вы можете объяснить успехи и неуспехи, и люди вам тогда поверят. Другого пути никак нет. Я вот по сей день уже, получается, с 2010 года, вот 13 лет, как бы, все время выступаю на эту тему, но не только, как бы, рекламируя или, там, объясняя тот или иной продукт, я вообще вам говорю, как питание влияет на здоровье, и что без таких продуктов, которые являются на самом деле очень качественными, нам здоровье с вами не удержать. В силу стрессовых ситуаций, в силу нехорошего качества продукции, в силу того, что реклама очень агрессивная, и дети наши едят, что попало, в силу просто настроения и какого-то ресторанного такого бизнеса, когда мы едим не то, что нам нужно, или не в том количестве, что нам нужно, и, естественно, от чего-то болеют. А уж когда мы болеем выраженно, это значит, наши клетки сломались в каком-то органе. Значит, они у нас неполноценные, значит, они у нас не питаются, не получают питание вовнутрь себя, потому что мембрана клетки очень толстая, она также забита жиром и минералами неполезными, так же, как и все сосуды. И пробить вот эти вот, как бы я говорю, поры, клетки, чтобы туда-то протекло питание из крови, помогает нам омега-3. Отсюда вот сейчас во всем мире внимание к омеге-3, потому что именно она является проводником питательных веществ в каждую клеточку. Отсюда это вот совершенно уникальная важность именно этих куриенасыщенных жирных кислот. Вернемся к белку. Без белка жить мы не можем, да, как бы небанально звучала жизнь, способ существования белков, дел немножко по другому поводу, но очень важно и сейчас это знать. Это физиология здоровья, которую вообще корифеи нашей физиологии давно-давно нам как бы преподают и объясняют просто, как с этим бороться. Знать-то мы знаем, а делать-то что надо. Так вот, надо помочь себе. Во-первых, продиагностировать свое здоровье, насколько вы угрожаемы уже по каким-то болезням. То есть чек-ап такой сделать, своего организма делать его или каждые полгода, или по крайней мере раз в год. Я об этом тоже очень много говорю и на своих лекциях. Если вам будет нужно, мы специально такую лекцию или такой семинар проведем, что же нужно делать и в каком возрасте, мужчинам, женщинам, детям, подросткам, какие анализы сдавать, какие анализы не надо сдавать. Очень часто, и у меня такие есть примеры. Я вот сейчас в командировке столкнулась с молодой женщиной, которая хочет забеременеть и не совсем поручается. Человек пошел в платную поликлинику, ей назначили 98 анализов. И из этих 98 анализов, как я посмотрела, 88 анализов бесполезны. Плюс ко всему этому ей назначили 60 таблеток. Ну вот это вот потому, что она прошла там 10 специалистов, и каждый что-то выписал. Это немыслимое дело. Я говорю, знаешь, ты не с той стороны как бы начала думать. Любой врач, ну, знаете, привычно у нас выписать таблетки. Если вы приходите к эндокринологу, и у вас повышен сахар, или у вас не в порядке щитовидная железа, но согласитесь, с вами очень мало кто говорит о питании или об образе жизни. Вам сразу назначают обследование, и потом выписывают таблетки, чаще там гормональные, или сахароснижающие, или какие-то вот такие вещи. Как бы без врача уйти, без рецепта, но считается, наверное, неприлично. Так вот, мне кажется, у нас с вами есть инструмент, который, да, не сразу, да, не за полчаса, да, даже не за два дня, а только при постоянном, важное слово, профилактическом, то есть предупреждающем приеме, может нам в конечном счете сделать доброе дело, защитить от очень серьезного голова. И на первом месте здесь белки. Белки, они разные, но вы знаете, есть животные, есть растительные, есть эти белки в конечном счете, когда расщепляются, называются аминокислотами, эти аминокислоты, это мелкие-мелкие кирпичики, их необходимо нам получать каждый день 22 аминокислоты. Ну, как бы 2-3 не всегда считаются полноценными аминокислотами, это переходные вещества, но тем не менее, они должны в организме быть. Мы не каждый день едим спаржу, мы не каждый день едим шпинат, и сколько мы его едим, и как мы его усвоим. Большие очень здесь вопросы. У кого-то нет денег, у кого-то нет зубов, у кого-то неохота готовить, кто-то неправильно готовит, все эти белки погибают, или они связываются, забиваются в организме жирами, солью, сахаром и так дальше. Очень много рисков. Ну, поэтому, в общем-то, шведы, это высококапиталистически развитая страна, они пошли по пути того, чтобы нам создать гарантированную по набору аминокислот, есть все аминокислоты, из-за минимальной, незаменимой смесь. Вы выпиваете одну дозу в день, и вы себя подстраховываете от всех страшных неприятностей, которые влекут за собой дефициты по той или иной аминокислоте. Сегодня нет времени вам подробно рассказать про каждый вид белка и чем грозит нам дефицит каждой аминокислоты. Для этого есть у меня цикл питания и здоровья. Если вы захотите эти лекции, серьезные лекции, так же, как и по wellness, есть целый курс, то вот ваши кураторы, ваши лидеры вам все это объясняют, дадут ссылки, расскажут, помогут, приобретайте, слушайте, потому что знание – это залог нашего здоровья, нашего долголетия. Так вот, то, что создали шведы с полной совершенно ответственностью, со всеми своими академическими, профессорскими регалиями, со всей своей медийной историей, телевидения, не знаю, всяких выступлений, интернета и так дальше, абсолютно авторитетно, я вам скажу, что нет такой второй смеси. В мире еще пока нет. Даже у американцев этого нет. Смеси, которые есть, белковые, в смысле, представители, которые есть в Гербалахе, они все равно по сырью отстают от того, что предлагает Арифлей. Ни в одной смеси вы не найдете яичного белка. Да, есть белки молока, есть даже белки сывороточные, да, есть белки бобовые. Очень редко кто использует зеленый горошек, это более нежные, более качественные аминокислоты, содержащие серу. Аналогично есть в сои. Соевого белка много, соевого изолятора еще меньше в смеси, а яйца вообще нет. А потому что это очень сложно, а потому что это целые другие заводы, потому что это большие капиталовложения, чтобы построить эту технологию получения из продукта неповрежденных аминобелковых молекул, которых нужно еще связать друг с другом, создать продукт, добавить вкус, создать определенную технологическую такую цепочку сушки этих белков, и дальше уже это все нам транспортировать, соблюдать все сроки, соблюдать логистику. Ну, то есть, в общем-то, не каждая страна и не каждая фирма на это хочет тратиться. Но я вас уверяю, это окупается. Окупается тем, что практически в 60 странах, где есть Алифлейм, эта продукция идет, очень активно. Есть страны, в частности Китай, где цены в 3-4 раза выше на wellness продукта, и никто не думает, что это дорого, потому что здоровье и долголетие стоят дороже. Еще раз повторяю, ни одной альтернативной смеси белковому коктейлю у Торинфлей. Я говорю про нитчево-баланс, я не говорю про питательный коктейль, это тоже отдельная тема, если вам будет нужно, мы это поговорим в следующий раз. Так вот, то, что вы получаете в протеиновом коктейле, который без вкуса, и который выдерживает термическую обработку, который можно кипятить, который можно использовать в горячих блюдах, и даже в выпечке хлеба, печенья, сырника, все, что хотите. Особенно подмешивайте своим старикам, пожилому человеку, очень сложно разобраться в том, что полезно он ест или нет. Но точно знаю, что очень многие подняли своих стариков как бы с инвалидных колясок из лежачего положения именно тем, что каждый день давали порцию этой смеси. И не обязательно в виде питьевого, потому что, ну, не всем нравится вкус. Разведите в небольшом количестве воды или молока, или добавьте в кефир, и не можно, не обязательно сразу всю порцию, делайте дробные, делайте в два, в три приема, используйте как десерт. Это же можно сбить в этот билот в виде смузи с бананом, с ягодами, и потом добавить, ну, например, в кашу или как отдельный десерт. Это тоже целый как бы кулинарный такой вопрос, и тоже про это есть у меня лекции, и ваши лидеры вам тоже это как бы могут рассказать. Так что, поверьте мне на слово, что белок белку розовим, не каждый белок полезен, а нам нужны все аминописоды. Если вы будете утром есть яйцо, днем вы будете есть, допустим, рыбу, вечером вы съедите кусок вареного мяса или индейки, вы полностью себя не обеспечите белком, потому что вы в организм притащите еще и жир. А коктейль здесь практически без жира, но самое еще главное, он стопроцентно усвояемый, он не требует нагрузки на организм, он не убивает никак микрофлору, и он не дает вам много калорий, и еще он имеет низкий гликемический индекс, то есть этот белковый коктейль, еще мы расширили показания не только для людей, которые контролируют свою массу тела, но еще те, у которых нарушение углеводного обмена, те, у которых сахарный диабет, люди, у которых подагра, люди даже со всеми, со всеми заболеваниями могут принимать кроме аллергии на те или иные белки, они могут принимать этот продукт, но здесь уже надо подбирать дозу или принимать вместо привычного белкового блюда, а много блюда с болезнями почек. Это уже, как говорится, лечебная тема. Вы знаете, а фирма пошла дальше, и сегодняшние тренды она учитывает, учла еще 20 лет назад, когда разрабатывала весь комплекс подхода к здоровью. Что это за тренды? Вообще сейчас мы сейчас говорим о факторах, которые влияют на здоровье и долголетие, масштабно в мировом аспекте, что наработала наука. Так ведь очень много изменилось. Если еще, допустим, 20 лет назад, когда, я уж не говорю про то время, когда я училась, ну, в общем-то, в конце прошлого века мы говорили, что ограничивайте жир, ограничивайте хлеб мучное, ну, выпечку, не ешьте на ночь, но упор был на жир, то сейчас или там ограничивайте количество яиц в день, какие-то были такие больше описательные, недоказательные факты в медицине с проблемой здоровья, то сейчас вот посмотрите, какие сейчас новые аспекты в понимании, что полезно для здоровья, что нужно для здоровья, вернее, что нужно для того, чтобы мы долго были здоровыми, а значит, дольше прожили. Что такое быть здоровым? это значит держать в узде свои хронические болезни или как бы не доводить до развития, если они другого только начали, значит, если мы будем меньше болеть, значит, естественно, мы будем больше жить. Но логика очень понятная, совершенно понятная. Так какие тренды запишите себе? На первом месте убираем сафар. Не просто ограничиваем, а вообще убираем как продукт из дома. Вы можете иногда съесть какие-то сладкие вещи, это должны быть просто исключительные вещи, но я думаю, что если вы два месяца уберете сафар и сладости, вам потом шоколада даже не захочется, хотя, конечно, шоколад иногда нужно есть, иногда можно, вернее, есть, не могу сказать, что нужно, но, в общем-то, уже без фанатизма. Значит, на первом месте сафар. Сладкий вкус нам очень нужен, потому что нас это успокаивает, потому что так наша устроена кора головного мозга и все наши центры требуют быстрой энергии, поэтому мы хотим всегда заесть десертом какое-то блюдо. В общем-то, бизнес этим пользуется и всегда в ресторане и в гостях вам всегда предложат что-то на сладкое в конце еды. Не ведитесь на это, не надо. Вы можете вполне съесть там пару виноградинок, съесть какой-то сухофрукт, вы можете выпить несколько глотков коктейля, которые, кстати, очень здорово снимают у тебя сладкого. Ну и так дальше. Поиграйте с собой, сахар убирайте, потому что сахар это провоспалительный фактор, так же, как и соль. Да? Но даже соль не обязательно так строго ограничивать, как сахар. Это вот просто лозунг дня, где хотите, напишите на своем холодильнике, что вот я сейчас начинаю жить по-другому. Конечно, сладкие напитки, потому что это обманка, когда пишут чудо-фри, а потом вы посмотрите на этикетке, вы увидите декстрозу. Декстроза это тот же самый углевод, ну так как бы грубо я скажу, да, который все равно расщепится до глюкозы в организме, и вы получите колоссальное количество. Как мы навредили своему молодому поколению вообще себе, когда к нам на рынок пришли эти напитки спрайты, кока-колы и так дальше. Значит, убираем сахар, ограничиваем соль, досаливайте в тарелке, не готовьте пищу с добавкой соли, потому что вы тоже как бы не заметите это количество соли, и еще досолив в тарелке, вы вводите большое количество соли. Это и давление, это опять же ригитность сосудов, ну и так дальше. И только на третьем месте идет у нас убираем мы животные жиры тяжелые, трансжиры, даже растительное масло, если вы его будете долго-долго кипятить и вернее на нем жарить, оно уже совсем не полезно. Если вам надо уж очень хочется что-то пожарить, прожарьте на топленом масле в небольшом количестве, да, а потом уже в готовое блюдо добавляйте растительное масло, добавляйте конопляное, оливковое, льняное, там где много омеги. Но, ко всему прочему, насчет омеги мы должны с вами тоже как бы подходить грамотно. За счет продуктов мы количество омеги не наберем. И вот вопросы в частности такие, что я много, я каждый день добавляю растительное масло, сколько, тоже как бы много добавлять не надо, потому что 100 грамм масла это 800 килокалорий, это колоссальный большой кусок мяса как бы по калорийности. И куда вы с этой калорийностью пойдете, опять все это откладывается в жиры, в запасы. Опять же, растительное масло не только омега-3, там и омега-6, и омега-9, они нам не очень нужны. И они для других целей, они для того, чтобы размягчить мембрану клетки. Вот очень много таких вот узких специализированных вещей, которые, конечно, вы не знаете, вот после сегодняшнего семинара что-то такое, в общем-то, вы уже поймете, что это не просто так в пэк положенные вот какие-то такие там таблеточки. Значит, омега-3 уже, мне кажется, вам понятно, что это жизненно важная добавка, которая должна быть каждый день, а в идеале омегу надо принимать два раза в день, потому что она работает всего 12 часов. Если вы утром выпиваете в составе всего набора две капсулы взрослой омеги, то, пожалуйста, вечером можете выпить чайную ложку детской омеги или еще отдельно приобретите и выпивайте еще дополнительно две капсулы омеги. В отношении витамина-минерального комплекса долго не буду распространяться, понятно, что витамины нам нужны, витамины зачастую являются проводником минералов, поэтому они соединены в одной капсуле и не надо задавать мне вопросы, типа умные вопросы про антагонизм, про конкуренцию витаминов с минералами, витаминов друг с другом, минералов друг с другом и так дальше. Все задумано очень грамотно, когда вы принимаете белковый коктейль, то белок, омега и витамины и вы что-то еще едите, вот у вас образуются такие сложные велика-липопротеидные комплексы, которые протаскивают витамины и минералы в клетку. Ничего лишнего там нет. Все жизненно необходимо. Микрокапсульность микроэлементов, то есть каждый элемент в маленькой капсуле, они не конкурируют друг с другом и они всасываются на совершенно разных участках желудочно-кишечного тракта. Все продумано, наука очень в этом плане хорошо поработала. Но что еще эксклюзивно? Инклюзивно в ПЭКе еще, конечно, стоксантин. Вы знаете, это вообще очень интересная тема про антиоксиданты, но это вот следующий как бы тренд в современной науке о здоровье. Значит, убираем сахар, ограничиваем соль, даем себе полноценный, высококачественный по всем аминокислотам белок, добавляем омегу-3 для того, чтобы были эластичные мембраны всех клеток организма и приходим к следующему тренду, это антиоксидант. Целый класс науки, который только вот на протяжении 15 лет стал очень серьезно раскручиваться, рассказываться. Мы и раньше-то, в общем-то, занимались антиоксидантной защитой. Мы капали аскорбинную кислоту и продолжаем капать. Мы давали витамины Е в больших количествах, особенно беременным, онкологическим пациентам, именно для того, чтобы снизить вот эту стрессовую ситуацию по закислению в организме. Но шведы придумали астоксидантин, у нас нет природного астоксидан, у нас нет этой водоросли, которая была обнаружена в Швеции. Сейчас уже стали строить фермы, выращивать эти водоросли, слава богу, промышленность поворачивается лицом к этому продукту и очень хорошо, но шведы были первыми. Они нашли вот эти уникальные свойства водоросли, которая на солнце превращается в ярко-оранжевую такую массу, которая, если облить водой, снова восстанавливается. Почему же она не погибает? Почему же она как бы выдерживает все эти палящее солнце, заморозки и так дальше? Вот за счет вот этого астоксантина. Добыли астоксантин и предлагают нам для того, чтобы мы с вами долго жили, переживали стрессы, справлялись с заболеваниями, на самом деле работает. Работает при похмельном синдроме, если вы выпили и вам плохо от пива или от вина или от водки, значит, 4-6 капс астоксантина поднимет замечательно любого человека. Если вы заболеваете, легкие такие начальные простудные вещи, выпиваете регулярно, пьете 2-3 капсулы астоксантина замечательно. А то, что есть вот в пакетике, это наша профилактика. Мы все равно утром просыпаемся с высоким уровнем кортизола. Нам нужен белковый завтрак, нам нужна гимнастика и нам нужен этот вот пэк для того, чтобы день впереди мы с вами прожили более-менее без последствий. Вот, вот как бы вот такие посылы по продукции. Может быть, я увлеклась, Таня, может быть, я, знаете, села на своего любимого как бы конька и я могу очень долго рассказывать про здоровье, про продукцию велнесса. Может быть, вы мне зададите вопросы, но вот из наиболее частых вопросов например, люди говорят, что я там печень трески очень люблю или чем отличается капсульная омега, например, от рыбьего жира, который нам я тоже помню 70 лет назад, 60 лет назад в детском саду кормили рыбьих жиров. Продукция разная по качеству, по добавкам, по контаминантам, то, что содержится в той же банке в жире, печень и треске и так дальше. Там и остатки белка, там и остатки загрязнения из тушки рыбы, но все что угодно. То есть, покупая чистую омегу, вы просто покупаете качественный продукт. Я думаю, сейчас уже никто от этого не откажется. Ну, давайте вопросы. Времени мало. Ольга Николаевна, вот вопрос был такой еще. Как использовать коктейль для похудения? Заменить полный прием пищи полностью или использовать до приема пищи? Какой коктейль? Питательный коктейль для похудения или белковый? Белковый коктейль. Ну и питательный тоже интересен. Нет, ну вот как рекомендовал Стикстен, у нас, правда, не очень это прижилось как-то в нашей стране. Они, шведы, более четкие, чем россияне. И в первой схеме по рекомендации от шведов было за полчаса до приема пищи выпивается порция коктейля. Вы знаете, у нас это не очень хорошо получилось. Я знаю, что многие люди это пытаются делать, если вам это поможет, но сладкий вкус иногда стимулировал аппетит, иногда вызывал изжогу. Поэтому мы все разные. Я так считаю. Я считаю, что нужно один прием пищи, в частности, вечером, заменить на прием коктейля, причем можно сделать порцию побольше, ну, допустим, полторы ложки, и добавить обязательно что-нибудь из кисломолочных продуктов, ну, типа мацони, или кефира, или ряженки, и еще, поскольку, как бы, к слову, еще добавить пробиотик. И тогда вы получаете просто лечебный продукт, и вместо ужина добавить можно или легкий салат, или яблоко, вы можете это использовать. В любом случае, вечерний прием пищи, который вы замените на белковый продукт, принесет вам пользу. Здравствуйте. Очень полезная информация вы делились. А вот не подскажете по поводу минерально-витаминного комплекса. Ведь еще говорят, что излишек хуже, чем, да, недостаток. Как вот именно определить, сколько его нужно пить? Если вы имеете в виду продукцию Арифлейм в ПЭКе, витамины, минеральные комплексы, там очень маленькие дозы. Это работает как профилактический прием витамина. Вы каждый день без спектра витаминов не получаете. Это уже доказано. Как бы хорошо бы вы не питались и правильно. К сожалению, жизнь такая, продукты другие, порции разные. Работайте на опережение проблемы. Избытка не будет. Витамины не депонируются, они не откладываются в организм, они в течение суток выводятся. Мы иногда прибегаем к большим дозам витаминов для того, чтобы, ну, как бы поддержать свой иммунитет. Или мы простужены, или у нас стрессы, или мы куда-то бежим, или мы отказываемся от еды, типа, чтобы снизить вес. Поэтому, если вы каждый день будете принимать ПЭК, я лично принимаю две дозы в силу возраста, я как бы никаких передозировок у себя не вижу. И очень у многих людей я вижу только позитив. Поэтому здесь бояться передозировки не надо. Я знаю, что вы слышите очень много рекомендаций по телевизору, и есть это как бы в средствах массовой информации, в разных популярных изданиях, что не нужно пить таблетированные витамины и минералы. Я, в принципе, с этим не согласна. Я смотрю на американцев, которые, в общем-то, здоровее нас как нации, они пьют в 5-6, если не в 10 раз выше дозы, чем мы с вами. Поэтому, если нет аллергии, то бояться здесь передозировки не нужно. Еще, еще раз. А вот по поводу возраста, мне около 50, а я попала еще когда в роддоме лежала, у меня поздние роды, и все равно мне врач сказал, что наши организмы это не те, которые сейчас. То бишь, вы еще держитесь на, грубо говоря, когда вас начали, было совершенно все по-другому, а сейчас молодые организмы вообще намного слабее. Но в то же время, да, вот у меня возраст, а мне какие, вот именно, какую дозу, какая доза нужна именно в соответствии с возрастом? Дозы, вот пейте, пожалуйста, все по одной дозе, а если что-то индивидуально вы хотите у меня спросить, напишите мне в WhatsApp, я никому не отказываю в разъяснении, я не совсем поняла важность вашего вопроса. Нет такой зависимости от дозы, именно по возрасту, никто это не просчитывал. Есть средняя рекомендация, но если у вас, допустим, очень жаркий климат, вы потеете, естественно, вы с, не знаю, с фото теряете большое количество минеральных веществ, или, допустим, у вас дисбактериоз, и эти все витамины распатывают микрофлора, то, естественно, они вам нужны. Но дефицит легче заметить, чем избыток. избыток. Избыток в основном проявляется аллергия. Поэтому здесь, если вы будете регулярно пить только одну дозу, то вообще бояться нечего. Я регулярно пью два пакетика в день уже на протяжении десяти лет. Я как бы хорошо себя чувствую. не надо этого бояться. Омегу, я вам сказала, омегу надо добавлять вечером, для того, чтобы мозги работали, для того, чтобы гибкость была мышления, для того, чтобы вот как бы сосуды наши были. Если будут сосуды гибкими, все клетки будут получать питание. Если сосуды ригидные, негибкие, то кровь сытая, а клетка голодная. Вот вам как бы весь секрет болезни. Ольга Николаевна, добрый день. Вот еще скажите, такой вопрос у нас поступил от нашей группы. Говорят, что рыбий жир, который предлагает компания Reflame, серия Wellness, он проходит пять степеней очистки. Он делается из пиле рыбы. Например, с детства нам говорили, что печень рыбы надо есть салатами с печенью, просто там печень заправлять с каким-то маслом. Вот это как-то друг другу разница эта информация. Вроде печень плохо, когда достается и упаковывается в рыбий жир, который там американские БАДы нам предлагают, а с другой стороны на всю жизнь говорили, что печень рыбы она полезна. Ну, как бы это совершенно две позиции, которые другу абсолютно не противоречат. И даже если вы едите печень трески сегодня, я бы обсоветовала две коксулы омеги все равно принимать. Потому что в печени есть не только омега, ее не так много. И как она у вас еще усвоится? Первое. Второе, она не так очищена. Значит, что-то вы только что я вам сказала. С этой печенью вы получаете какие-то добавки, которые вашему организму может быть и не очень нужны. В-третьих, большое количество просто растительного еще жира, который влияет на желчный пузырь, как бы на поджелудочную железу. и вы нагружаете вообще свой желудочно-кишечный тракт жиром в принципе, да, отсюда и панкреатиты, и холециститы, и так дальше. Хороший продукт, пожалуйста, используйте его, но не каждый же день вы будете его принимать. А то, что действительно опять степени очистки, это есть только у арикны. И вымораживается, и высушивается, и сама капсула омеги, это тоже продукт рыбного производства. Это не желатин, это не животный белок, это не тяжелый белок. И когда мне говорят, а вот там где-то на херпе или где-то там есть подешевле, во-первых, не может быть просто так подешевле. Значит, там или сырье, ну, допустим, не тушка рыбы, откуда вырабатывается омега, а, допустим, какая-то мусорная там гриль, да, какие-то вот такие морские мусорные вещи, креветки, мелкие, которые перерабатываются, и оттуда и делается вытяжка. Это первое, сырье более дешевое, во-вторых, капсула другая, в-третьих, дозировки прыгают, в-четвертых, форма, может быть. Я знаю, вот есть хороший продукт по омеге, дальневосточная делает, называется Эйканон, но там сама капсула, попробуй ее проглоти, она почти полтора сантиметра. У нас тоже были испытания этой добавки, так у нас пациенты вообще, не знаю, давились этим, а уж детям совсем это не даже. Поэтому боремся за качество продукции. Вот должно быть доверие продукции, на самом деле это даже клинически показано, те, кто применяют омегу, то происходит нормализация показателей АЛТ, АСТ в крови-крови. В общем-то, есть определенные триггеры, которые мы можем с вами использовать как доказательные вещи. Но давайте работать пока сначала для себя, хотя бы на профилактику, на то, чтобы отодвинуть старение, на то, чтобы решить проблемы со здоровьем. Но, в общем-то, вот эти все вещи, белок, витамины, минералы, омега-3 и астаксантин, это на сегодняшний день, ну, просто важнейшие столпы здоровья. Дальше прибываем пребиотики, клетчатка, это нам очень нужно, нормализация микрофлоры в кишечнике, потому что микрофлора связывает все органы и системы. Если у вас есть сахарный диабет, у вас однозначно будет проблема со щитовидной железой, потому что в организме, в кишечнике другая микрофлора, она так влияет на обмен гормонов. Ну и много вещей. Тоже, как бы, об этом есть материалы, и можно будет в дальнейшем об этом тоже поговорить. Еще есть вопросы? Ольга Николаевна, добрый день. Извините, что кого-то перебила, Татьяна, прошу прощения. У меня вопрос следующий по поводу напитка Акваглоу, который с брусникой. Его в дополнение тоже можно использовать, да, в течение дня? Конечно. Ну, для чего он придуман? Напиток красоты, да, там, кератин и брусники, применяйте. Многие говорят, что кожа. Я один раз только пропила, а как-то мне некогда с красотой, у меня все нормально. Но, естественно, в нарушении программы фирма работает для того, чтобы, в общем-то, радовать и здоровых, и помогать людям, у которых уже есть проблемы. Но вы отодвинете проблемы со здоровьем, и качество жизни будет однозначно лучше, если будете принимать вот весь спектр основной. Основной – это белки и ЭПЭК. Это основной, это я на этом настаиваю. Дальше по важности идет морской кальций для того, что это не источник витамина Д. Это витамин Д в этом наборе как проводник для кальция. И все, его не надо замещать вместо витаминов принимать, витамины минеральной таблетки. Дальше идет у нас что? У нас идет пребиотик. Я сказала, вот этот кальций с витамином Д, дальше, пожалуйста, акваглоу, почему нет? Были еще раньше батончики, сейчас, кстати, появились протеиновые, но они для здорового питания, для перекуса, больше, допустим, для людей, которые большие физические нагрузки, пусть у вас смошение будет. Фирма работает на здоровье, понимаете, это их имидж, и они, в общем-то, как бы будут держать марку. Невзирая ни на какие сложные сейчас времена, продукция хорошего качества, это я точно знаю. Поняла, спасибо вам огромное. Ольга Николаевна, и вот я, конечно, восторгаюсь тем, как вы выглядите и насколько вы энергичны, несмотря на то, что образ жизни связан с постоянными командировками до ста городов по нашей стране, и это не только лекции, это еще и путешествия. Ольга Николаевна, приятный путешественник, да, и как вы справляетесь вот с этими нагрузками, смена часовых поясов, да, как адаптируетесь, это магнитные пояса, это температурные режимы разные. Я начала, да, и вот сейчас меня извините, конечно, но я уже уезжаю в аэропорт, у меня сегодня перелет, лечу в Сочи, и потом еще какие-то есть планы, да, несомненно, 3-4 часа, это минимум сейчас перелета, смена часовых поясов, питания, и все это, ну вот, все рассказала, сейчас пойду выпью коктейль с пэком, и то, и пусть. Да, я просто об этом знаю, и, да, астаксантин, 4 капсулы астаксантина, я знаю, Ольга Николаевна принимает сразу. Я всегда дополнительно вижу в рюкзаке капсулы астаксантина, потому что перелеты бывают трудные, естественно, и самочувствие бывает сложное, и всякие новости бывают грустные, я принимаю дополнительно астаксантин, я на самом деле фанат именно этого продукта, потому что я знаю его цену, вот, а омега, несомненно, и по возрасту, и по уму, что ли, это нужно, ну и в общем, в общем, как бы, в общем, все, что я сказала, выше, это правда. Ольга Николаевна, спасибо огромное, очень актуальная, нужная информация, важная еще, потому что у нас, конечно, сейчас, ну, непростые, турбулентные времена, и надо поддерживать свое здоровье, да, и надо заниматься бизнесом, а для этого, конечно, мы должны быть энергичными, мы продукт своего продукта, и спасибо вам, что вы у нас есть, связь есть на кому равняться, есть с кем общаться, если что, мы, конечно, будем держать связь, и копить вопросы. Да, прощения, Таня, у меня уже такси, все вопросы пишите в чате, и где-то, ну, часов через шесть я буду на спять. Спасибо большое, огромное благодарное, до свидания. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok